МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А потом сюда, к нам, на студию. Спасибо вам большое. Вот это 25-я книга. Давайте посмотрим. Казачьи былины называется, Александр Путов. Так, 25-я ваша книга. Достаточно уже багаж такой большой у вас. Зачем она отличается? Ну, она отличается тем, что, во-первых, это все-таки тема достаточно такая, может быть, не совсем стандартная для Севера, хотя на самом деле она очень подходящая для этого. Потому что когда-то мне задавали вопрос, бывало, откуда казаки на Севере? Я-то отвечал, ну, в принципе, откуда тогда, в принципе, немцы на Севере, там, армяне на Севере, азербайджанцы на Севере. А потом, когда еще больше стал изучать эту тему, получается, что вообще еще больше имеет отношение казачество к Северу, потому что почти все сибирское казачье войско, оно состояло из выходцев вот с нашей территории. Ну, вы начали изучать этот вопрос-то, почему? У вас предки казаки? Да, у меня достаточно известный казачий род Тутовых. У меня так получилось, что мой дед... То есть казачий род Тутовых? Да, казачий род Тутовых, и, в принципе, еще кабардинский лесный род. Ах, вон. Вот даже специальная фотография, это вот один из моих предков, он Петр Тутов, герой Первой мировой, одновременно он командовал дивизию Деникина. А где жили ваши предки? Здесь, на севере? Нет, станица Пещенокопская, граница Краснодарского края Ростовской области. А второй дед Никитов, он был командиром чертовой сотни у Кочубея, это у Красных. Белогвардейцы все. Нет, почему? Один белогвардейец, а другой красноармейец. Красноармейец другой. Надо же, да? Жизнь, в общем, да? Так получилось, что, в принципе, они оба были в разных лагерях, но, в общем-то, я их обоих ценю и уважаю, поэтому я тогда еще начал собирать разные материалы. А потом мне стала тема очень интересна, потому что получается, что почти... Вот у нас такая есть проект «Родина землепроходцев». То есть практически вся Русь, Российская империя, так скажем, на 90%, плюс очень много других территорий, таких как Аляска, Калифорния и прочие, освоены выходцами с Архангельской области. То есть Ермак, по крайней мере, если он даже здесь не родился, то он, по крайней мере, сначала состроганный купцами из Саручегодска. Дежнёв, по одним версиям, он жил под Саручегодском, по другим он уроженец Пиннигеля и Мезеня. Хабаров, это Скотловского района, точно, в принципе, тоже известно. То есть такие все известные фигуры. Баранов, Каргопольский район. Даже Колчак, будучи казаком и адмиралом, до Гражданской войны выходил в эти походы, открытие Арктики отсюда. Плюс ещё и Морье Лаптево можно вспомнить, и Седово, и прочее всех остальных. Поднимать надо нам наш Архангельский край, чтобы он гремел на всю Россию. Ну, это была одна из основных причин. Последние даже, кстати, книги, потому что хочется, чтобы позиционировали не с чем-то отрицательной Архангельской области, а именно с тем, что половина мира практически открыта северянами. Да. А вот, кстати, смотрели вы версию вот эту последнюю Тихого Дона? Ну, так, частично смотрел. Просто... Образ казака там вот он... Не очень это. Я считаю, что всё-таки глубок. А кто такой казак? Вот вы себя казаком считаете? Ну, я... Кстати, на лошади ездите? Нет, на лошади не езжу. Единственное, что когда-то был период, когда мы снимали телевизионные передачи по исторической реконструкции. Тогда мне приходилось ездить на лошадях, но это больше непосредственная съемка. Ну, у казаков есть какое-то отличительное что-то в характере, что-то вот... В первую очередь это состояние души, потому что даже сейчас вот в казачество, в том же Ставропольском крае, и прочее, очень много вступает людей, которые казачество в отношении, вроде бы как бы по крови не имеют, одновременно они по духу. Ну, и если учесть, что возрождение казачества началось не так давно, с 90-го года, в 92-м году признали, как реабилитировали его, и все 90-е годы все эти локальные конфликты были выиграны в основном казаками. Осетинский, Абхазский, Приднестровье и так далее. А наш-то северный-то казак. А наш северный казак, во-первых, ездил, участвовал в этих мероприятиях, во-вторых, у нас северных казаков не так много, это в основном большей частью, это те, кто попал сюда, ну, кого сослали, кто там по работе, кто там еще что-то. У меня вот отец попал в Ленский район, он там занимался сначала лесоповалом, называется, потом он там женился, и, в принципе, получилось, что потом работал в Коряжме, потом построил силикатный завод Кутловский, потом стал директором силикатного завода и так далее, под цепочки, да, получается. Вот, и, в принципе, я-то родился уже здесь на севере, и поэтому я как бы горжусь тем, что я северянин, но казачьи корни, я тоже, в общем, не забываю, куда езжу. Долго работали над книгой? Нет, это не очень долго, потому что вот статья вот там вначале, как пройдисловие, она практически такая научная, когда-то с Теребихиным был разговор с нашим профессором, и вот я сделал вот такой материал, а потом захотелось для подростков написать, ну, и для детей, для подростков вот эти былины. Это, так скажем, такой второй вариант, потому что я специально захватил... Книга для чтения родителями детям. Хорошая такая посылка. Потому что вначале то, что написано, будет интересно родителям, потому что, чтобы узнать о своем крае, потому что многие подробности не знают до сих пор. А это детская еще? А это вот детская, ну, она относительно детская. Я когда писал, писал для детей, я получил, что это книжка для детей от 6 до 96 лет. Я назову детский политический детектив. Александр, а скажите, пожалуйста, вот сейчас мы сегодня все-таки обсуждаем культуру, и культуру во времена вот таких экономического кризиса. Ведь тоже тяжело издавать книги? Вы на свои деньги издаёте? Нет, я не на свои деньги издаю. В этом отношении... Вы находите спонсоров? Нет, я спонсоров не ищу. Так, раскрывайте. Я издаюсь в издательстве «Сказочная дорога», это московское издательство, они меня издают. Я, в принципе, автор, который... То есть они вам заказывают, по большому счёту? Да, я достаточно сейчас стал в последние годы успешным. Мне даже гонорары платят, хоть маленькие. То есть надо найти своё издательство в вашем деле, да, писательском? В принципе, наверное, да. Но здесь надо учесть, что книги должны быть востребованы читателям, потому что у меня и нашлась своя аудитория. Ну, началось с успешных проектов. Это вот как бы русские в Сараево, да. То есть это я в художественной форме переработал когда-то свои пребывания в Югославии в начале 90-х, когда воевать ездил, да. Вот, это уже третье издание, плюс она получила премию «Золотой Витязь», это очень известная международная премия, там Михалков, Бурляев, Патриарх Кирилл и все прочие, то есть как бы это сам участвует. Вот, и после этого появился круг такой патриотических настроенных читателей и тех, кто, скажем так, с большим потенциалом и с энергией. И вот они, в принципе, стали появляться, поэтому начали книги покупаться. И, конечно, по нынешним временам тиражи не те, потому что здесь, ну, в общей сложности это получается все равно, 8 тысяч тираж, по нынешним временам это много, тем более она разошлась. А вот, то есть, получается, что все, вы на своем опыте, да? Вот вам нужно обязательно пройти как-то, или это история вашей семьи, или вам нужно самому пройти? Нет, здесь я ничего не проходил. Потом у меня есть высший исторический роман «Спартанец», вот не так давно тоже, там на фоне вот увлечения историей древнего мира, вот написано произведение, первое вообще произведение я написал в жанре фантастики, мне единственное, что, когда называли писательным фантастом, меня обижало, потому что у меня есть 25 книг, 11 фантастические, 14 другого направления. У меня есть медицинская литература, есть военная проза, есть там историческая. Да, ну вот мы, в общем-то... А вот публицистика, кстати, она вошла в пятерку лучших книг. А может, и «Беседы» называется? Да, она вошла в пятерку лучших книг России прошлого года в жанре публицистики, в данной литературной газеты. Это вот, кстати, с архалинским журналистом Анатолием Бедновым вместе совместно сделано. Сейчас, над чем работали, казачьи былины закончили, наверняка уже мысль какая-то в голове стучится. Ну, я сейчас, мне попросили сделать продолжение Потапыча и Миши вот этой книги. На детской книге. Да, но она мне как раз связана с культурой и историей. Они мне расследуют преступления, кто переделывает учебники истории и книжки, чтобы... Глобально, глобально. Где хорошие положительные герои превращаются, на самом деле, в плохих, а плохие в хороших. Да, вы знаете, мы вот еще, кстати, что связано с историей, задавали сегодня на протяжении эфира вопрос за или против установки памятника Сталину в Архангельске. Вы как? Я, скажем так, я не так и не так, потому что я хочу, чтобы памятник был установлен в Архангельске, где место ссылки Сталина было. То есть вы относитесь к этой фигуре, к этой личности? Ну, я отношусь все равно уважительно, несмотря ни на что, потому что, если сравнивать, у нас ведь был и Петр Первый, который здесь вот стоит, а он по варианту жестокости, может быть, даже хуже, чем Сталин в этом самом деле был, если брать вот, да? Ну, с историком мы сейчас уже в конце эфира с вами спорить не будем. Вот. А Сталин фигура глобального масштаба, ее все, в принципе, во всем мире признают и уважают. И если брать с точки зрения развития, там, ну, даже туризма, того прочего, или как угодно можно относиться, я говорю, фигура Сталина-Солючегоцкий была бы очень даже... То есть вы петицию подписывать не будете, направленную в... Я просто не очень понимаю отношение Сталина непосредственно к Архангельску, я вот с вот этой точки зрения. Хотя вот я был сторонник переименования вот площади профсоюзов, например, в площадь Соборную, да? То есть вот я на этой поддерживаю, потому что понимаю историчность данного процесса. Да, интересно с вами поразговаривать, подискутировать. Я думаю, что наша встреча будет не последней. Спасибо большое, что пришли. И надеюсь, что вы будете успешно, тиражи будут расти. Да, кстати, сказать, вот мы тоже уже сегодня точку поставим, культура и кризис. Вот как вы считаете, выживет у нас наша культура в эти экономически непростые времена? Ну, я думаю, выживет, несмотря ни на что. Хотя много, ну, скажем, боюсь, что будет много жертв. Потому что, вот как раз автора вспоминали, сейчас очень многим действительно приходится сдаваться за счет. Хотя мы и помогаем. Я сейчас два литфонда возглавил, так получилось, да, отделение. Международное и прочее. Ну, что получится из этого, мы не знаем. Ну, значит, будем объединяться и помогать друг другу. Я надеюсь, что так. Наверное, так надо. Спасибо вам большое. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok